Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». И мы с вами продолжаем наш важнейший плейлист «Английский язык до автоматизма с нуля до уровня Advanced». Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. Для вашего доступа все видео я добавляю в наш плейлист, который так и называется «Английский язык до автоматизма. Полный курс». И мы с вами переходим к четвертому уроку. Материал наслаивается, ничего не пропустите. И после четвертого урока запланирована контрольная работа по всему прошедшему материалу. Итак, друзья мои, как вы скажете, этот урок кажется интересным? Этот урок. This lesson. Вспоминаем, как будет казаться, это глагол sim. Вот как сказать, sim или sims? Мы с вами проходили правило, что если Глаголу добавляется «s». Но на практике часто происходит именно так, что у вас подлежащее не местоимение, а что-то другое, какое-то слово или фраза, и нужно догадаться, какое местоимение это подразумевает. Итак, смотрим на подлежащее. This lesson. Какое местоимение это означает? Действительно, какое местоимение это означает? I, we, you, they, или he, she, it. Итак, значит, смотрите, это неодушевленное. Если неодушевленное, или they, есть и множественное число, или it. Есть единственное число. This lesson означает it, поэтому добавляем «s». This lesson seems the, не оглушаем, this lesson seems, мы с вами про это говорили, интересным. Interesting. This lesson seems interesting. Interesting. Эти уроки кажутся очень полезными. Эти уроки. Эти, если множное число, это будет these. This. Единственное число. This. Say. This. И здесь these. Долгий звук и и з. These. Эти уроки lessons. Опять не оглушаем the, так как звонкое согласное перед этим. These lessons кажутся опять sim или sims. Смотрим на подлежащее. Это неодушевленное или it, или they. Множенное число, поэтому they означает, а раз they, тогда s не нужно добавлять. Получается these lessons seem очень полезными, very и полезными будет useful. These lessons seem very useful. This урок помогает мне. Этот урок this lesson помогает мне. Итак, помогать будет help. This lesson какое местоимение подразумевает? Единственное число, недоступленное, значит it. Нужно добавить s. helps. This lesson helps мне me. This lesson helps me. Эти уроки помогают мне. Эти. Значит, эти мы с вами проходили. Это будет these. Опять здесь this. Короткий звук и и с, а это these. Долгий звук и и з. These. Получается эти уроки. These lessons помогают мне. Так, что это означает? Давайте посмотрим. These lessons внушное число. Внушное число неважно, одушевленный или неодушевленный это they, поэтому help ничего не надо. Значит, получается these lessons help me. Твои уроки реально помогают. Например, хотите сказать фразу твои уроки. Значит, ты это you, а твои это будет your уроки. Lessons реально really помогают. Помогать будет help. Нужно s или нет? Your lessons какое местоимение это приземляет? Означает they они поэтому соответственно ничего не нужно. Your lessons really help. Далее. мой брат хочет это. Мой брат my брат это будет brother хочет это. Хотеть будет want так, если единственное число третье лицо единственное число это называется he should it удаляем s he означает поэтому добавляется s my brother wants it my brother wants it моя сестра живет там моя сестра my sister живет жить будет live такое местоимение так my sister означает she значит s надо my sister lives my sister lives там there my sister lives there мои родители знают это мои родители my родители будет parents знают это know it my parents know it my parents означает they они у моего друга есть машина то есть дословно мой друг my friend имеет have или has мой друг he поэтому has мы с вами говорили что he she eat has машина a car my friend has a car повторяем this lesson seems interesting seems interesting these lessons seem very useful useful полезный вообще full суффикс full означает полный если расшифровать то получается full of use use это польза то есть полон пользы of означает принадлежность родительный падеж то есть полон кого чего пользы полный пользы very useful но на конце у нас одна l сокращение такое very useful useful use the useful далее this lesson helps me these lessons help me your lessons really help my brother wants it my sister lives there my parents know it my friend has a car далее теперь разберем некоторые местоимения итак я будет i мой будет my мой мое и так далее например мой босс знает все мой босс my босс знает опять думаем с вами что выбрать думаю какое местоимение это прозревает my босс my босс знает значит это he босс если он то получается knows my босс knows и все будет как everything everything если дословно то every каждый thing вещь получается каждую вещь everything только так my босс knows everything значит смотрите если просто все вы говорите слово все то это everything вы также знаете что есть слово all но отличие all от everything заключается в том что после all мы обычно ставим что-то что-то идет например мой босс обычно читает все документы смотрите мой босс my босс обычно usually читают reads все документы вот здесь all все что-то это устойчивое выражение all the all the здесь конкретные all the the означает конкретные получается all the и документы будут documents вот запомните это выражение все что-то это all the all the documents всю информацию там мой босс обычно проверяет всю информацию my my босс обычно usually проверяет проверять будет check опять же добавляем s всю информацию будет опять же all the all the information all the information опять же all the все что-то видите после all идет что к этому относится обратите внимание мы читаем all the information почему мы произносим как the но есть правило что если далее существительное начинается на гласную как здесь тогда читаем как the получается the information all the information тоже важный момент так что здесь вот учтите my boss knows everything значит мой босс знает все опять же вы хотите сказать я понимаю все i understand everything вы скажете i understand everything опять же вы хотите сказать я все понимаю вот смотрите важный момент порядок слов я все понимаю i understand я понимаю все i understand everything а как вы скажете я здесь смотрите я понимаю все а я все понимаю Как вы скажете? Я все понимаю. Вы скажете так же, потому что есть определенный порядок слов, подлежащие, сказуемые. То есть, все мы ставим уже после глагола. То есть, я знаю все. Обратите внимание на порядок слов. То же самое здесь. Смотрите. Мой босс все знает. Опять же, только такой порядок слов. My boss knows everything. Эрфин ставится после глагола. Обращаю ваше внимание. Итак, отлично. Значит, I, my, я, мой, моя, мои и так далее. Мы будет we, наш, our. Наша мама думает так же. Наша мама. Our mother думает. Думать будет think. Добавляем s или нет. Смотрим на подлежащее. Our mother. Означает she. Значит, добавляем. Thinks. Как сказать так же. Вот если так, вы скажете so. Our mother thinks so. Наша мама думает так. А так же. Это фраза the same. The same. Так же. The same означает так же, то же самое. Our mother thinks the same. Думает так же. Далее. Значит, они. They. Давайте место освободим. Они, соответственно. They. Их. Идеи кажутся очень интересными. Их идеи. Their ideas. Добавляем s или нет. Смотрим. Что это означает? Какое местоимение? Their ideas означает they. Значит, не добавляем. Their ideas. Кажется. Seem. Такими интересными. Как вы скажете? Такими интересными. So. Такими. Интересными будет interesting. Their ideas. Seem. So interesting. И так. Повторяем. I. My. My boss. Knows. Everything. All. Plus. Плюс что-то. All. Plus. Вот что-то на английском языке будет something. All. Plus. Something. All. Плюс что-то. My boss. My boss. Usually. Reads. All the documents. Reads. Reads. My boss. Usually. Checks. All the information. All the information. I understand everything. We. Our. Our mother thinks the same. They. Their. Their ideas seem so interesting. He. On. Его. His. У его отца. Есть машина. У его папы есть машина. То есть, засловно. Его отец. His father. Имеет. Has. Машину. A car. His father has a car. Она будет. She. Ее. Her. Ее брат. Часто говорит это. Ее брат. Your. Brother. Часто. Often. Говорит это. Значит, говорить на английском языке будет сказать. Сказать что-то на английском языке будет say. Запомните. Your brother often says. Says it. Если говорить на каком-то языке, вы говорите speak. I speak English. Но если сказать, сказать, то это просто будет say. Запомните. Your brother often says it. Только так. Далее. It. Это. Там его, ее. Когда неодушевленный. Это it. Например. У него есть компания. Дословно он имеет компанию. He has. Компанию. A company. He has a company. Ее прибыль кажется такой большой. И здесь нужно выбрать. Какое местоимение это подразумевает. Видите? Ее. Опять же. Компания. Ее прибыль. Видите? Компания неодушевленная. It. Значит, ее будет it's. Here мы здесь сказать не можем. Поэтому получается it's. Ее. Его, ее. Неодушевленная. Это it's. Прибыль. Прибыль будет profit. Кажется. Значит, глагол казаться вы знаете. Sim. А вот дальше с. S или без S. Смотрим на подлежащее. Что это означает? Какое местоимение? Ее прибыль. Это неодушевленная. Единственное число означает it. Поэтому S. Seems. Не оглушаем. It's profit. Seems. Такой большой. Такой будет so и большой. Верно. So big. It's profit seems so big. Итак, повторяем. He. His. His. Не оглушаем. The. His. His. His father has a car. His. His. Father. His. Has. A car. His father has a car. She. Her. Her. Her brother often says it. The. Says it. It. It's. He has a company. He has a company. He has a company. It's profit seems so big. It's profit seems so big. Отлично, друзья мои. И с вашего позволения еще некоторые очень важные примеры. Итак, моя девушка чувствует себя счастливой. Моя девушка. My. Girlfriend. Чувствует себя. Счастливая. Она. Поэтому feels. Себя. Не переводим. Мы с вами говорили уже много раз про это. Счастливой. Happy. My girlfriend feels happy. Мой парень. Ну, девушка говорит. Мой парень любит меня очень сильно. Мой парень, my boyfriend, любит меня. Значит, love, любить. Love – это любовь. Парень он. Поэтому добавляем s. Here, добавляем s. Получается, my boyfriend loves меня, me, очень сильно. Very much. My boyfriend loves me very much. Loves me very much. Loves me very much. Смотрите, very much мы ставим на конце. Например, моя девушка очень сильно любит меня. Видите, моя девушка. My girlfriend очень сильно любит меня. Вот, в русском языке мы можем так сказать. А в английском нужно сказать loves me и потом поставить very much. Только так. My girlfriend loves me very much. Мой друг всегда поддерживает меня. Так или не так? Не так. Почему? Потому что my friend означает. Мой друг he is. Supports me. My friend always supports me. Always. Always supports me. А вот если мои друзья, мы скажем. Мои друзья. My friends иногда, sometimes, говорят это. Значит, мы с вами говорим, что сказать что-то – это глагол say. Добавляем s или нет. Смотрим на подлежащее. My friends означает they, они, значит, s уже не нужно. Получается, my friends sometimes say it. My friends sometimes say it. Мой лучший друг всегда помогает мне. Мой лучший друг. My best friend всегда, always, помогает мне. Значит, смотрим, добавляем s или нет. Он, my best friend, поэтому s нужно. Helps me. My best friend always helps me. Мой учитель обычно приходит на работу рано. Мой учитель. My – учитель будет teacher – обычно. Usually – приходит на работу. Что это такое за выражение «приходить на работу»? Это выражение «приходить» будет come. Значит, соответственно, come to work – выражение. Значит, нужно добавить s или не добавляем. Смотрим. Итак, my teacher. Мой учитель и моя учительница. Хелиши. Поэтому нужно s. Получается comes. На работу. Предлог направления to. И работа будет work. Запомните выражение come to work – приходить на работу. Еще один пример здесь. Мой отец обычно приходит домой поздно. Мой отец. My father. Обычно. usually – приходит домой. Опять, видите, he, поэтому comes. И как скажете, приходит домой. Нужно запомнить. Comes home. Без ту. Поздно. Late. My father usually comes home late. Значит, запомните это выражение, что когда у вас home, слово home, то вам не нужен предлог to. Например, пойти домой. Выражение go home. Прийти домой. Come home. То есть здесь, когда home не нужно. А так, вообще, мы ставим с глаголами go, to, мы ставим с go и come, мы ставим to. Значит, опять же, запоминайте именно такие целостные выражения. Come to work. Come home. И так далее. И так же не забывайте слова. Итак, повторяем. Соответственно, получается. My friends sometimes say it. My best friend always helps me. My teacher usually comes to work. Go home. Come home. My father usually comes home late. Значит, отлично, друзья мои. Мы с вами далее двигаемся по нашему плейлисту. И впереди у нас с вами, соответственно, повторение и контрольная работа по всему материалу, по всему этому плейлисту. Поэтому обязательно повторяйте. Видите, материал становится сложнее. И здесь мы с вами разобрали как раз тонкости, когда у нас не местоимение, а что-то другое. Прошли с вами личные местоимения, притяжательные местоимения. Посмотрели различные тонкости, грамматические тонкости. Друзья мои, мы с вами двигаемся дальше по нашему плейлисту. Также очень удобно им включать как фон. Thank you. Спасибо.